Тренер по физической подготовке Академии Родины Елена Владиславовна Сизикова. Елена Владиславовна, легенда Академии. Как все начиналось и как произошел ваш переход в Родину? Здравствуйте. Это так давно было на самом деле, как все начиналось. Начиналось все даже не с Родины, а со школы меча. Школа меча была такая компания, организатором которой был Александр Владимирович Альпов. И вот случайно, более случайно я попала к нему как тренер ОФП. Это была частная история, к которой плавно перетекла в футбольный клуб Родина. Тренер по физической подготовке – это достаточно узкая специальность. Как в целом прошло ваше обучение на эту специальность? Как вы пришли именно к этой профессии? Сама я в прошлом спортсменка, легкая атлетика. Поэтому вся жизнь у меня в спорте. Как я к этому пришла – тоже волей случая. И в Москву попала волей случая. Меня просто попросили индивидуально поработать с командой. И индивидуально поработать с некоторыми игроками. В связи с чем я просто переехала сюда, в Москву. Что это за случай? Вообще у меня муж переехал сюда первый по работе. Ну, я как жена декабристы. Приехала за ним сюда, была без работы. Вышеобразование педагогическое имела уже, именно спортивное. Поэтому я думала, что проблем не было бы с устройством. Тем более спорт тогда уже начал развиваться. Про Москву я вообще молчу. В регионах начал развиваться. А Москва уже была лидером в этой области. Совсем недавно, может быть, лет 10-15 назад, тренер по физподготовке, даже в профессиональных клубах, это было не так, что прям частое явление сейчас. Это должность и в каждом футбольном клубе, и в академии. Насколько это важно? И как именно получается приходить на должность тренера по физподготовке? Да, когда я начинала в 2007 году, да, очень мало было тренеров именно по этой специальности. Тоже все начиналось, особенно в футболе. Таких тренеров не было, очень мало. Особенно тренеров женщин. Это было непрестижно, может быть. Может быть, мужчины нам не доверяли. Потихоньку. Конечно, это новое ремесло. Ремесло я так называю. К этому прийти, наверное, по жизни это так. То есть я всю жизнь тренер, а тренер чего, легкой атлетики или подготовки физической. Это было интересно, это было ново. Поэтому я попробовала, и вот я все еще здесь. Насколько похожи или разнятся легкая атлетика и физподготовка у футболистов? Конечно, разнятся. Конечно, они не похожи. Есть общие правила не навредить в целях профилактики, а есть правила бега, правила легкой атлетики, правила футбола. Все разное, все разное. Ко всему надо подходить с пониманием, подходить индивидуально к каждому игроку. То есть, конечно, они отличаются. Тот же легкой атлетический бег от бега футбольного, который может даже не пригодиться на поле. Как проходила Ваша адаптация из легкой атлетики, получается, в футбол? И какие первые трудности, именно футбольные у Вас возникли в футболе уже? Во-первых, это условия. Это улица постоянно. Когда я начинала, залов не было. Особенно оборудованных специально для футболистов, чтобы заниматься общей подготовкой физической. Да, условия, то есть окружающая среда, погода, природные условия, дождь, снег, это тоже было новое. И, конечно, сам характер подготовки был другой. То есть надо было учиться, надо было самообучаться, надо было, не знаю, крутиться-вертеться, чтобы понимать, что от тебя хотят. В начале нашего пути Академия проходила все стадии, начиная с четвертой лиги, потом третья лига. По первости, было не так много людей в целом в Академии. И были случаи достаточно продолжительные, когда один человек мог выполнять несколько функций, по сути, быть двумя-тремя людьми. А какие, что делали Вы помимо тренера по физической подготовке? Да, это хороший вопрос, потому что мы начинали с нуля, то есть у нас не было ни базы, ни поля. Это, значит, аренда, это постоянное перемещение по Москве, это без залов, без инвентаря. Один тренер выполнял все функции. Футбольный тренер выполнял все функции, я выполняла все функции. Администратор, вот Елена Михайловна, которую Вы уже брали интервью, рассказывала, возможно, что она тоже выполняла все функции. То есть в наши обязанности входила администрация, административные вопросы мы решали, медицинские, это я говорю про всех сотрудников, не только про себя. Тренеры футбольные, тренеры ОФП, мама, папа, ну, в общем, абсолютно все, потому что не хватало кадров, и все это было все ново, и клуб только зарождался. Поэтому приходилось, да, даже быть футбольным тренером, потому что у нас тренировки были, ну, друг на друга наложены. То есть тренер, который вел три команды, как Александр Александрович Аксенов, он не успевал просто физически. Приходилось брать и начинать разминку с мячом. Сейчас, слава богу, у нас есть и база, и инвентарь, а тогда, когда ничего этого еще не было, были ли случаи, когда не было вообще инвентаря, и надо было подготовить футболистов? И как Вы выкручивались? Конечно, были. Приносили свои из дома, в раздевалках, особенно в зимний период, когда на поле это было невозможно делать. Мы своими силами, своими там какими-то вложениями, мы покупали инвентарь, который могли себе позволить, и занимались в раздевалках. Также реабилитация у нас проходила в раздевалках, в теплых помещениях. Хорошо, если был снят манеж или еще что-то, то это уже радовало. А так все своими силами. Инвентарь в легкой атлетике и футболе, он, конечно же, разный. Вот когда Вы перешли в футбол, какой инвентарь Вы столкнулись с ним впервые и долго ломали голову, как его применять для футболистов? Я такого не помню, конечно, чтобы инвентарь я не знала. Я не говорю про футбольные мячи и все остальное. У меня были складные барьеры, которые я уносила. Они, в принципе, много места не занимали. Сама, на метро. Барьеры, резинки, они много места не занимают. В рюкзак положили, и все. Приходилось с собой в рюкзаке носить все. Нагрузка была. Инвентарь в одной руке. В рюкзаке, форма в рюкзаке, еще что-то. Да все так были, все так ездили. Если не могли, мячи на игры, мячи. Елена Михайловна за рулем, сетку, весь инвентарь к ней в машину везем. Кто-то за рулем из тренеров, весь инвентарь к ней. И все друг за другом горой. Все вытягивали на себе все эти вопросы. И, как показала практика, это все было не зря. Потому что сейчас футбольный клуб развивается. Сейчас уже не надо. Сейчас уже решаются вопросы. Это на другом уровне. Женщины в профессиональном футбольном клубе или в детской профессиональной академии, где большинство все-таки ребят футболисты плюс тренеры мужчины. Как ощущаете себя среди немногого, но красивого меньшинства? И какие преимущества, и какие-нибудь нюансы? Я на одном уровне со всеми. То есть нет поблажек, что я женщина. Ко мне с уважением, конечно, относятся, как и я, ко всем тренерскому штабу, и не только. У нас нет разделения такого. Футбол есть футбол. Ты не можешь разбираться в футболе, учись. И никто не посмотрит, что ты девочка или еще кто-то. Поэтому приходилось соответствовать и быть на уровне. То есть и для детей, и для мальчишек ты играешь роль не только наставника, а какого-то близкого человека. Тем более я женщина, у нас много приезжих. И все-таки мальчишки тянутся, потому что не хватает им тепла женского, так скажем. И они больше доверяют тебе. То есть я не вижу большой разницы, кто ты, мужчина, женщина, девочка. 23 февраля, 8 марта. Насколько 8 марта лучший праздник, чем 23-го в мужском коллективе? Ну да, есть. Вот, наверное, вот в этом и отличается мужской коллектив от женского. Что да, больше внимания, поздравления, естественно, в такие дни. Это очень приятно. Подарки и все остальное, конечно, да, есть. Есть над чем подумать. Чем хорошо в большом мужском коллективе работать. Как выстроена тренировка в командах UFL-1 и UFL-2 по физической подготовке? Вот с чего начинается ваш тренировочный день? Рабочий день начинается с подготовкой рабочего места к тренировке. Сейчас у нас есть возможность постоянно начинать тренировку в зале. Поэтому минимум 30 минут и UFL-2, и UFL-3 с зала. То есть это активация, это разминка, это подготовка к работе на поле. Мы постоянно контактируем с тренерским составом, которые обсуждаем планы на неделю, как минимум. Ну и если есть какие-то коррективы, то мы тоже перед тренировкой часа с 2-3 делаем эти коррективы, если вдруг что-то. А так, слава богу, что у нас есть помещение, инвентарь. И сейчас гораздо проще это сделать. У меня ответственности больше, конечно. Что вроде все есть, поэтому надо соответствовать никаких травм. Наша главная задача. Сколько в среднем на одной тренировке в зале локаций у футболистов и какие? Обязательно входит в активацию, в разминку эта мобильность. Я не знаю, что вам говорит это слово или нет. Ну, многим говорит. Не говорит. Это подвижность суставов, подвижность, эластичность мышц, связок. Упражнение направлено на это. Упражнение направлено на стабилизацию. То есть на подготовку суставов на поле, на подготовку смены резких направлений, рывков, ускорений, прыжков. Вот этому мы уделяем больше внимания на активации, чтобы футболист, выйдя на поле, уже был готов, чтобы не тратить футбольное время именно на подготовку к тренировке. Вот наша главная задача. А на самом футбольном поле, когда уже футболисты выходят на тренировку, они делают какие-то разминочные упражнения под вашим контролем? Или они сразу уже переходят к главному тренеру и выполняют уже футбольные? Я вас поняла. Они переходят к главному тренеру и выполняют футбольные упражнения сразу. Если, возможно, мы не попали в зал из-за загруженности или еще за каких-то историй, то да, разминку я провожу на поле. Или во время квадратов, или до квадратов. Это все по согласованию со старшим тренером. Но если в зал мы не зашли, мы обязательно разомнемся на поле. Разминка на тренировке в обычном недельном цикле и разминка предигровая с точки зрения тренера по физподготовке разница и схожесть? Предигровая разминка всегда схожа. Если мы вносим какие-то новые упражнения, то мы это делаем на тренировке. То есть и говорим, вот такая разминка будет на играх сейчас. Ну, то есть чем отличаются тренировки мы, подготавливаемые к работе? То есть есть скоростная силовая, есть выносливость, есть вот такие разные. Разминки разные. Они могут повторяться из микроцикла в микроцикл. Не все. Какие-то могут повторяться. А на играх у нас разминка одна, у нас задача другая. На разминочных играх это подготовить игрока к оптимальному выходу на поле, чтобы он был заряжен, быстр. Ну и профилактика травматизма, куда без нее. На предигровых разминках экспромта нет. Нет. Елена Вячеславовна, у нас было множество сборов, тем более за вашу богатую историю в родине их было очень много. Расскажите про самые памятные, где это было, почему именно этот сбор запомнился и какие-нибудь, может, интересные истории вспомнить. Мне кажется, самые запоминающие это все-таки сборы Юрмала, Рига, Латвия, потому что там было море, там был песок, там, ну, душевно было, душевно. Весь тренерский состав, административный состав. Все, и мы начинали со сборов. Это были первые, одни из первых сборов. Было интересно, было необычно, но и тяжело тоже было, потому что все-таки климат другой. А истории, я вот так не вспомню на вскидку истории какие-то веселые. Все было хорошо. И на Кипре, когда мы месяц жили, вроде турнир был, как раз после пандемии, это было сложно. Это было тяжело, дети болели. Старались мы их там изолировать, то есть там и лазарет, и врачи у нас ночами не спали. Но мы все пережили, в принципе. Все прошли, и с успехом, я так считаю. В Юрмале были на пляже, мы там долго были, поэтому, да, были перемены, море холодное, всегда там этот залив. Песок нас спасал, подвижные игры, волейбол, футбол на песке, это было хорошее подспорье к силовым подготовкам. Рядом море, ну, понимаете, когда рядом море, пляж, песок, это всегда для детей круто. То есть и для тренера тоже, это смена тренировочного процесса. То есть можно даже без инвентаря обходиться было в таких условиях. Да, и погода, погодные условия, когда тепло, влажно, все это учитывалось. Это все было согласовано и с тренерским составом, какие-то перемены, и с медицинским штабом. Это уже когда у нас был медицинский штаб, когда Кипр уже. Потому что в Юрмалу мы ездили уже, по-моему, с приглашенными какими-то докторами. И сами на себя тоже ответственность брали. Да, погодные условия, дожди, особенно на Кипре, когда зарядили зимой, сложно было подготовить также площадку для работы. Но мы тоже в пресс-центре задействованы были. Благо, что у нас были коврики, резинки, все остальное. В общем, везде, везде есть какие-то плюсы и минусы. Погодные условия, да, есть плюсы, есть минусы. Вечером холодно, ночью, днем жарко. В России хорошо, мы все привыкли в России сборы проводить, потому что мы к этому климату уже подготовлены. И дети, и мы. Ну, таких больших разниц я не помню. Везде, мы везде адаптировались. Потому что мы прошли такую школу адаптации, когда начинали, что я думаю, что мы сейчас можем везде, в любых условиях. Упомянули про ответственность. Насколько часто приходилось брать на себя ответственность в тех моментах, которые не касались вашей профильной работы? Да, это воспитательный процесс, когда на сборах особенно, там сутками. То есть вы, мы должны сутками быть на страже дисциплины, здоровье жизни ребенка, не только я. Весь тренерский состав, административный состав, медицинский. Как вы узнали лично, что мы будем участвовать в UFL, и как прошла ваша подготовка к этому чемпионату? И была ли разница между подготовкой к чемпионату UFL и, допустим, к чемпионату летнего переноса в Москве? Конечно, это соревнования другого уровня, намного выше. Но мы всегда, и в клубную-то мы готовились с удовольствием, так скажем. И когда узнали, что мы наконец-то попадаем в финал, мы долго ждали этого, ой, в UFL. Радость была, что мы еще поднялись на ступеньку выше. Опять клуб у нас все-таки сделал все возможное, и мы продвигаемся дальше и дальше. Все административные штабы, и медицинские, и тренерские были этому событию рады, что мы попали в UFL. И подготовки, у нас для подготовки было очень мало времени, я имею в виду, чтобы так вот конкретно к UFL. Единственное, я скажу, что очень много команд, дети у нас практически не отдохнули, тренерский состав вообще не отдохнул, потому что из-за переноса игр у нас между первым кругом и вторым практически не было отдыха. То есть дети эмоционально тоже сейчас вымотаны физически. Мы сейчас немножко в соревновательном периоде второй половины, мы немножко снизили нагрузку, особенно силовую, чтобы не получить каких-то серьезных травм. Поэтому мы стараемся, будем и дальше работать над этим, чтобы улучшить и показатели, и физические показатели наших игроков. С точки зрения физической подготовки, насколько сложно было выстроить работу в течение всего сезона, с учетом того, что в UFL в этом сезоне 34 матча у каждой команды, в сравнении на летней первенстве 22. Тяжело для детей, для игроков. Я их детьми называю, но они все равно, еще они совершенно летние дети. Тяжело, я думаю, что больше, конечно, эмоционально. И те, которые приезжают у нас, ребят, которые живут в интернате, им гораздо тяжелее, потому что у них нет родных и близких здесь, которых поддержат. Поэтому тренеры, старшие тренеры, их помощники, дело ФП, стараемся как-то поддержать, особенно в такое тяжелое время, когда осталось совсем чуть-чуть. Упомянули, что вы относитесь ко всем нашим футболистам как к детям, но при этом у вас тоже дочка, которая также работает у нас в клубе, Александра Андреевна. Насколько сложно, не сложно с собственным ребенком работать в одном коллективе? И легко, и сложно. Александра Андреевна, она очень коммуникабельная, поэтому мы здесь не мама и дочка, а мы здесь коллеги. То есть это по имени-отчеству, это никаких понебратств, все как у всех. Получилось так, что она попала, не то, что я ее привела сюда, в клуб. Нет, просто в какой-то момент, когда мы были, когда тренировались на Песчаной, я просто одна не справлялась, мы пять команд, это было очень сложно. Предложили, ну давайте, она же у вас спортсменка, давайте, может, она вам будет помощником. Я говорю, ну давайте попробуем, вот, пробуем, она уже пять лет тоже со мной пробует, все. Были ли случаи, что вы говорите, что на работе вы не мама и дочка, а коллеги? Были ли случаи, когда проскальзывало и было наоборот? Да, было. Это когда надо было поддержать друг друга. Разные ситуации бывают, ну что же люди все. Поэтому какие-то эмоциональные были, срывами я не назову, конечно, но эмоциональные истории, когда поддержка именно мамы или дочери была важна, важнее, чем коллеги. Поэтому было такое. Обсуждаете ли дома работу? Да, активно обсуждали, но сейчас она живет отдельно от меня, поэтому обсуждаем только на работе больше. Назовете ли всех тренеров по физической подготовке, которые работали с вами в родине? Это которые ушли? Так, ну вы даете. Дмитрий Юрьевич Сыняко с нами работал, Скулкин, Роман Викторович работал, Лунин. Витальевича пропустили. А, точно, Евгений Витальевич. Евгений Витальевич, прости, пожалуйста, ты до сих пор, мы, кстати, с ним все равно остались в одной структуре, поэтому мы с ним общаемся, я у него иногда чему-то учусь, что-то спрашиваю, консультируюсь, возможно. Поэтому, Евгений Витальевич, я про вас помню, я не забыла. Несколько советов, которые можете дать начинающим тренерам по физической подготовке. К каждому это нужен индивидуальный подход. Есть простые ребята, есть непростые ребята, с которыми надо, которым надо очень долго идти и подбирать ключ. Я думаю, что девочкам это проще сделать. Мальчикам проще войти в колею, потому что, мне кажется, каждый играл в футбол в детстве. Поэтому они ближе, они больше знают. А девчонкам надо не просто быть тренером ОФП, а разбираться в футболе, чтобы быть на одной волне с воспитанниками. Небольшой примужуток времени. Вы входили в тренерский штаб Сан Саныч и Аксенова в профессиональной команде в родине М. Насколько разница с точки зрения физподготовки тренера в профессиональной команде и в академии? И как перестраивались, и как перестроились обратно? Я там мало проработала, во-первых. Там больше работала Александра Андреевна, потому что она и податчиком специалист там работала. Когда только эта команда образовалась с Александром Александровичем, она работала, начинала с ним. Я какой-то короткий промежуток, поэтому я не помню, чтобы была какая-то разница в подготовке и разные упражнения. Да, ребята выше статуса, может быть. Но и сейчас у нас в UFL очень талантливые ребята есть, которые работают годами, и они ничуть не уступают молодежке, грубо говоря. А так, нет, разницы, наверное, нет. Единственное, что там нагрузка больше, потому что там надо больше разбираться, больше времени нужно проводить в более профессиональной команде. Надо от и до узнать каждого игрока. Разницы большой нет, но она есть. И я скажу, что со взрослыми, они уже устоявшиеся и по темпераменту, и по физическим своим показателям. С ними, да, сложнее работать, скорее всего, да, чем с детьми. Мы детей лепим еще пока, а тут уже надо совершенствовать постоянно. Или хотя бы не дать выглядеть хуже. Это зависит от тренера по физической подготовке. Такая должность, как тренер по физподготовке, чуть-чуть, наверное, немного недооценена в нашей стране. Да, сначала был такой бум, что надо тренер по ФП, потом кто-то считает, что тренер по ФП не нужен, что старший тренер и его помощники в футболе должны сами все уметь, все знать. Но я думаю, что у старшего тренера совсем другие задачи. У них и так много работы, чтобы не отвлекаться, например, еще на физическую подготовку. То есть это должен делать отдельный специалист. Чтобы у старшего тренера было больше пространства для того, для чего он на самом деле эту команду готовит и ведет. Тренер по физподготовке нужен или нет? Ну, с моей точки зрения нужен. Нужен. В каждой команде или, допустим, в детских академиях тренер по физподготовке может быть на нескольких возрастах? На маленьких может на нескольких возрастах быть тренер по ФП. Не думаю, что больше двух команд. Все равно это тяжело. Одно дело, если они приходят в зал, и ты даешь... Дети же растут, и их надо учить именно с маленьких лет правильно двигаться и не допустить, допустим, травм в будущем. Поэтому, да, может быть, один тренер, максимум три команды маленьких, но я бы рекомендовала и думаю, что две команды – это максимум. А профессионально? Одна. Одна команда – это чтобы в идеале. Одна команда должна быть тренером ФП, если профессиональный футбол. Потому что там очень много работы тоже. Как устроено у нас, сколько у нас тренеров по физподготовке в Академии и на скольких командах по количеству? И как эти команды распределены? То есть они парами идут или, допустим, через какой-то промежуток? У каждого тренера по две команды. Единственное, у Александра Андреевны три. Это с тринадцатого. Тринадцатый, двенадцатый, одиннадцатый год. У меня седьмой, восьмой. И девятый, десятый – у Дарьи Васильевны. Получается по две команды профессионально. Ну, ИФЛ. У меня две команды ИФЛ. У кого-то одна команда ИФЛ и клубная лига первенства. А у Александра Андреевны только клубная. Три возраста. Ой, три тренера. В принципе, да, но хотелось бы еще, который будет методикой заниматься. Один тренер ОФП на команду. Если клуб может себе это позволить, то сейчас очень много курсов и РФС проводит, и лицензии выдает именно тренеров ОФП. Там будут еще новые курсы. Поэтому я думаю, что это раньше были проблемы, чтобы найти специалиста в этой области именно по футболу. То сейчас, я думаю, очень много ресурсов, очень много специалистов появляется, и молодых, и немолодых. Я думаю, что если клуб может себе позволить тренера ОФП на одну команду, то я рекомендую, что тренер один профессионально особенно точно должен быть. Помянули лицензии, тренеры по физподготовке также проходят обучение на лицензии УЕФА. Насколько большой ажиотаж на лицензии по физподготовке в сравнении с обычными или вратарскими? С каждым годом все сложнее и сложнее попасть на такое обучение. Лицензию, самую маленькую, С, нужно еще и футбольную лицензию получить, не просто ОФП. Сначала надо отучиться на футбольную лицензию. С УЕФА. С УЕФА. Потом получить С ОФП. Дальше, если будут новые курсы, их надо пройти. Потом еще пройти, получить лицензию Б футбольную, чтобы пойти дальше. То есть у тренера ОФП гораздо больше должно быть лицензий, чем у тренера футбольного. Ждем, ждем новых обучений от РФС. Откуда новую информацию черпаете вы? От коллег однозначно. От медицинского штаба у нас сейчас пополняется, слава Богу. От них тоже врачи скидывают информацию свою, которая интересная, которая связана с травмами, например. От них учусь. Да, от всех здесь учусь. У нас в соцсети в полной доступности. Кто-то отучился там, просишь скинуть информацию, материал какой-то. Сейчас столько ресурсов обучения, что выбирай, которые ты можешь себе позволить. Но, к сожалению, из-за плотного графика в этом году куда-то ехать, обучаться, самообучаться, не было возможности. Поэтому самообучение проходит и внутри коллектива, и за его пределами, кто как может. Есть ли профессиональная мечта? Мечты нет, наверное. Многие говорят, что пойти в профессиональную команду, идти выше и выше. Знаете, я думаю, что мое место здесь, наверное, я бы уже давно ушла профессионально, если бы я обучалась. Но для этого нужны ресурсы обучения и финансовые возможности. Но пока мое место здесь, будут возможности, да, такой мечты заоблачной у меня нет. Моя мечта – это чтобы дети, с которыми мои воспитанники, вышли дальше в профессиональный футбол. И моя задача, не мечта, а задача – подвести к этому их, чтобы они были здоровы физически и не уступали другим воспитанникам других клубов. И чтобы они были на высоте, во-первых, и чтобы они вспоминали меня добрым словом, вспоминали, как и думали, как у них все начиналось. И хотелось просто след свой оставить в их судьбах, а не то, что у меня какая-то мечта есть заоблачная. Нет.